Здравствуйте, я представлюсь. Томаш Шмидт, журналист, публицист, репортер белорусского агентства Белта. Что касается вас, то, наверное, также несколько слов для наших зрителей и слушателей. Мы разговариваем с господином Матеушем Яросевичем, польским журналистом, публицистом в области международных отношений, внешней и внутренней политики, автором открытого письма президенту Лукашенко, письма властям Беларуси из концентрационного лагеря Полин. Я сразу, может, объясню, что значит Полин, потому что, возможно, не все наши зрители знают. Полин означает Польшу, но как страну, которая не может сама себя представлять, которая управляется внешними силами, которая не имеет собственной субъективности. И, может быть, мой первый вопрос – что содержит это открытое письмо? Не могли бы вы нам объяснить? Вопрос в том, о каком письме идет речь, потому что именно в эту ночь было направлено письмо президенту России Владимиру Путину. В свою очередь, письмо президенту Беларуси, которое, полагаю, вы имеете в виду, потому что именно оно называлось письмом из Полин. Это такой немного отчаянный призыв к пониманию и желанию защитить честь поляков, которые жителями Беларуси могут быть восприняты как какие-то полные безумцы. В связи с тем, какие решения они принимают, какие действия на международной арене. И в этом письме я стараюсь объяснить, какая обстановка сегодня доминирует в Польше, как выглядит свобода слова, как совершенно противоречивы действия правительства, правительств в целом по всей Европе, относительно того, какова воля народа. В этом письме я также описываю некоторые персональные репрессии, которые меня постигли, а также определенный жизненный путь, который привел меня к тому, что и в Польше я просто чувствую себя в данный момент небезопасно. И я знаю, что говоря, например, о свободе в данный момент, о мире, я представляю угрозу для режима, для пропаганды. И поэтому они предпринимают различные действия, чтобы просто уничтожить меня. Но я пошел на этот риск, потому что в течение многих лет режим в Польше просто пытается убить меня, убить мою семью. И на самом деле мы имеем дело с массовым истреблением поляков в Польше, буквально как в лагерях, которые когда-то имели место на польско-немецких землях. Но только люди, кажется, совсем этого не замечают, что в Польше продолжаются чистки. Поляки – люди четвертой категории, а государство, территория Польши, очевидно, должно попасть в чужие руки. Потому что уже сейчас люди получают повестки в армии. Неизвестно почему. Пока только на учения, но ведь никакая страна нам не угрожает. Однако мы видим, что хотят избавиться от нас, молодых мужчин из Польши. Поэтому ситуация настолько угрожающая, что решил рискнуть высказаться также и за пределами Польши, где всего лишь разговор с таким агентством, как Белта, может привести к тому, что меня будут считать агентом иностранного влияния. Ну, я как журналист Белта уже признан агентом иностранного влияния. Но вернемся к тебе. Мы можем перейти на «ты». Как я понимаю, это не будет проблемой. Скажи, получал ли ты какие-либо угрозы после того, как опубликовал эти письма президенту Лукашенко и президенту Путину? Тебе угрожали? Конечно. Не так, как раньше. Может быть, потому что это дела совсем недавнего времени. Я для своей безопасности выехал из страны, чтобы отправить это письмо и рассказать об этом публично в интервью международному радио «Беларусь» на всякий случай. Однако мои действия, конечно, были замечены цензорами. Цензура в Польше, в частности, заключается в том, что, казалось бы, независимые центры, связанные с безопасностью, безопасностью дезинформации, проводят кампании по дезинформации в отношении лиц, которые предпринимают подобные действия. И моя петиция была размещена в качестве примера высказывания, вписывающегося в канву российской пропаганды. И эта информация петиции была доставлена в различные правительственные центры в Польше, как раз связанные со спецслужбами и так далее. Чтобы привлечь внимание системы, назовем это так, к этой петиции, что, конечно, должно было оказать на меня давление и вызвать чувство опасности в ситуации, когда я буду намерен снова предпринять подобные действия. Поэтому сегодня, когда я отправил письмо президенту Путину, которого в Польше изображают хуже господина Адольфа из Германии, из Австрии, это может вызвать какие-либо очередные последствия для меня. Я твои взгляды знаю. Знаю, что ты всегда выступал за сотрудничество с Белоруссией и Россией. Но скажи мне, потому что эти взгляды имеют место уже давно, не то, чтобы у тебя сейчас возникли такие взгляды. Были ли у тебя какие-либо проблемы в связи с этим со стороны польских спецслужб? Не знаю, получал ли ты какие-либо угрозы или с тобой случались какие-либо странные события, связанные с этими публикациями? С этим как раз нет. Но я как-то публиковал письма и информацию о Китае в Польше. Я когда-то создал такой центр польско-китайского сотрудничества. Чисто виртуальный, находящийся преимущественно на Facebook. С 2018 года я просто собирал информацию, связанную с китайским проектом «Шёлкового пути», с развитием китайской экономики и искал где-то там общие, как бы линии соприкосновения с китайцем. Потому что я был очарован той концепцией, которую в 2013 году заложил президент Китая Си Цзиньпин. Именно для создания больших торговых коридоров. Коридоров, которые давали Польше исторический шанс на экономический рост. Преодоление зависимости от экспорта дешёвой рабочей силы в Германию и превращение в силу именно как торгового посредника во всей обширной цепочке поставок, связывающих Европу с Азией. И, например, в последнее время мои действия тех лет интерпретируются определенным образом. И меня пытаются в свою очередь представить в качестве китайского агента в Польше. Теперь ты будешь китайским агентом? Да, они пытались меня так представить. Знаешь, когда я увидел вопросы, которые журналист такого холдинга, связанного именно с фондами Сороса в Польше, предоставил мне для согласования, оказалось, что они более-менее прямо спрашивали меня, являюсь ли я китайским агентом, продвигаю ли я здесь прокитайские нарративы в Польше. Очевидно, они извлекли из целой моей деятельности все возможные аспекты, которые в глазах общественности, той, которой они, эти основные средства массовой информации управляют, поставили бы меня просто где-то за рамки общества как угрозу государству. Я также выступал в качестве активиста на заседании комиссии Сейма, касающихся технологии 5G в Польше, после чего я столкнулся с угрозами и преследованиями людей, связанных с государственным аппаратом, которые проводили фотосъемки около моего дома, делали различные фотомонтажи со мной, обращались к моим детям, они словно пытались делать все, чтобы я просто чувствовал себя запуганным. Они подъезжали к дому, как бы показывая, что знают, где я живу. И с таким я встречаюсь в Польше уже много лет. А скажи, как ты оцениваешь отношения простых поляков, общества, белорусам, к людям из Беларуси? Каковы именно твои ощущения? Мы сейчас не говорим о государстве и власти. Неужели вся эта пропаганда действительно вызвала такую неприязнь простых поляков к белорусам? Потому что такой неприязни раньше не было. Чувствуешь ли это, что что-то такое начинается именно теперь? Скажу тебе так, я как бы первый контакт с Беларусью. Какую-то первую информацию о Беларуси впервые получил в средней школе во время экскурсии в Вильнюс. Это была поездка по стопам Мицкевича. У нас была такая школа, и уже тогда, когда у нас была возможность ненадолго остановиться в Беларуси, ощущалась такая немного грозная атмосфера. В смысле, уже тогда Беларусь, к сожалению, ассоциировалась с каким-то другим государством. Поэтому я не скрываю, что белорусский лучшим образом изображается в Польше. Туда не организуются экскурсии, а Белоруссии, о России избегают говорить. Для поляков это как бы совсем иначе, чем, например, с Германией, Европой. О восточном направлении в Польше вообще не говорят или говорят плохо. А что касается самих поляков, то у меня большая группа зрителей. На данный момент меня смотрят десятки тысяч человек. И я был очень удивлен тем, на каком высоком уровне личной культуры были комментарии именно в адрес президента Российской Федерации, какое проявлялось понимание, какое именно отношение, желание мира и сотрудничества. Такие голоса абсолютно цензурируются, и таких людей подписалось на данный момент почти две тысячи в Польше, просто оставляя свои комментарии в течение трех дней, понимаешь? Так что очень большое количество поляков, которые знают русских, которые были в России, которые еще учили русский язык в школе, не имеют абсолютно никакого отрицательного отношения, скорее дружелюбные. Напротив, люди, которые никогда не были в России, люди, которые знания черпают только из телевизоров, молодые люди, они на самом деле просто боятся. У них есть страх, вселенной непрекращающейся пропаганды. Не будем это скрывать. И не той, которая началась в 2022 году, а намного-намного раньше. По моим ощущениям, уже несколько десятилетий, как поляки настраиваются враждебно по отношению именно к нашим восточным соседям. Расскажи мне немного, может быть, в другом аспекте. Я слышал, что тебя вызвали на военные учения. Это правда? В каком-то экстренном режиме. Такие повестки на учения вообще отправляются на сегодняшний момент? Вчера вечером у меня была видеотрансляция, во время которой я получил такую информацию от своего зрителя. В свою очередь, вся моя предыдущая двухчасовая программа была посвящена теме о том, что в Польше стали вызывать на учения людей, которые никогда ранее не проходили военную подготовку. И это должно вызвать у нас предположения. Впрочем, и наши юристы уже этим заинтересовались, и люди, которые были в армии, например, лейтенант Петр Повалка, что в отношении людей, которые получили повестки на учения, может применяться принуждение. Внуждение. Манипулирование для принесения военной присяги во время буквально двухдневных учений. То есть, на самом деле, если бы они высказались не в соответствии с этим мейнстримом, с тем, что продвигается правительством, они бы сразу же были объединены в государственной измене, практически в том, что они высказываются против этой своей клятвы, потому что это несовместимо с тем, что делает правительство. Я правильно это понимаю? Дело в том, что их просто могут призвать в армию. После двухдневного обучения у них может не быть иного выбора, кроме как просто пойти на фронт. А будут ли это публицисты или обычные ребята, этого я не знаю. Я просто боюсь и об этом предупреждаю, чтобы Польша, поляки не были втянуты в мясорубку для западных корпоративных интересов. Ну, такие голоса появляются все чаще. Если речь идет о независимых журналистах, тех, кто еще может как-то высказаться, кто не был каким-то образом арестован, изолирован, вынужден покинуть Польшу. И где-то только за пределами страны может писать или записывать программы, что такая угроза существует. Таких голосов становится все больше. Указывается на возможность потенциального конфликта не только на направлении Украины и входа, так сказать, непосредственно в Украину, но и возможность конфликта на границе с Белоруссией, вооруженного конфликта. Считаешь ли ты это реальной угрозой? Я военным экспертом не являюсь, однако, наблюдая за высказываниями политиков, видя, что происходит в мире, видя, как манипулируют общественным мнением, можно предположить, что мы имеем дело с подготовкой к конфликту и, насколько понимая, конфликту агрессивным, поскольку ни Беларусь, ни Россия не находятся с Польшей в состоянии войны. Я наблюдаю за конференциями союзников НАТО, наблюдаю за такими фактами, как, например, разрешение украинцам использовать западное дальнобойное оружие на территории России. Наблюдаю за уничтожением радарных систем на территории Российской Федерации, наблюдаю также за тем, какого рода истерики вызывает ситуация на польско-белорусской границе. И вижу здесь определенного рода инсценировки, вижу здесь манипулирование общественным мнением, чтобы действительно создать впечатление, что это не погиб один пограничник, а что это Беларусь напала на Польшу. До такого уровня доходит эта истерика. Но, думаю, провокация не удастся, поскольку помню слова президента Лукашенко, который сказал, что согласно разведывательным данным на территории Польши может иметь место провокация, организованная американскими спецслужбами совместно с польскими. Ее целью будет создание театра российского нападения на Польшу, чтобы оправдать операцию под фальшивым флагом. Поэтому мы долгое время опасались, что они сделают, кого принесут в жертву, где проведут такое фальшивое нападение. Но все говорит о том, что им это просто не удалось. Не удалось организовать никакой провокации, необходимой для начала войны. Я считаю, что целому политическому классу эта война очень нужна, чтобы избежать ответственности за свои преступления. От правых сил до нынешнего правительства, от так называемых правых сил мы имеем в виду ПИС, до нынешней коалиции. Эта война нужна им всем. Она им очень нужна. Им необходимо постоянно держать людей в страхе, держать людей без возможности перевести дух, какой-либо возможности рефлексии. Поскольку если бы люди в Польше смогли перевести дух, имели бы немного времени, а эта пропаганда немного бы нарушилась, то они бы очень быстро спросили с политиков. Однако я считаю, что правительственный элемент не самостоятельный и не суверенный. Весьма охотно рвется на европейской и мировой арене принести поляков в жертву. Я тут имею в виду советские элиты. Они первые в очереди, чтобы подписаться под принесением в жертву польских парней. Меня всегда интересовала фигура министра иностранных дел Родослава Сикорского, жена которого известна, где живет и работает, и сын которого служит в американской армии. И такой человек стал министром иностранных дел, ведь очевидно, что он не представляет интересов Польши. У тебя такие же ощущения относительно польских элиты, в частности министра Сикорского. Но первым был такой, кажется, Ростовский, который создавал в Польше эту систему как раз зависимости финансовых институций, где был отдан банковский сектор. Была такая группа могильщики. Останки свободной Польши. Которые трансформировали польское национальное богатство в руки различных Рокфеллеров, Ротшильдов и так далее. Позднее, помню, был еще такой министр финансов Костиньский, который приехал и еле говорил по-польски, с британским паспортом, наверное, еврей. Очень правдоподобно это выглядело. Потом отбыл с делегацией устанавливать военные контакты Польши с Соединенными Штатами. Министр Сикорский, возможно, является более медийным. Мы постоянно его видим десятки лет. Но это вовсе не является исключением. Сегодня исключительно неприятным является то, что фигура, которая имеет конфликт интересов из-за по меньшей мере своих семейных связей, которая может находиться под влиянием израильских лоббистов или, возможно, под влиянием американской армии. Ходили также слухи, что он был агентом британской Ми-6. Поэтому назначение столь ненадежной фигуры в столь критичное время для польской истории свидетельствует о том, чем является правительством. В действительности, это просто американские марионетки, которые направлены на территорию Польши для определенных заданий. Чтобы осуществлять волю Вашингтона. Поэтому по кругу используются одни и те же люди. Вот почему на протяжении 30 лет мы постоянно видим исключительно те же самые лица. Возникает следующий вопрос. Зачем польское правительство хочет изменений в законодательстве, которые бы позволили выводить на улицу армию без объявления военного положения, чрезвычайного положения? Для чего это надо? Наверняка ни с чем хорошим для нас это не связано. В действительности, это является введением по-тихому военного положения в Польше, не называя это своим именем. Аргументация премьера Туска выглядит курьезно. Мол, польская конституция и польское государство никогда не ожидало внешних вмешательств. Но ведь веками и тысячелетиями каждое государство готовится к внешним вмешательствам. И обманывать людей, что внезапно появилась какая-то угроза, поскольку сгорел какой-то ангар или в Берлине, или в Париже, как они говорят, и в связи с этим нужно вывести солдат на улицы и дать правительству Туска столь огромные полномочия для разнообразного использования армии, полиции, медицинских служб, это значит дать гранату в руки обезьяны. Я помню санитарные ограничения, когда миллионы людей неконституционно и с нарушением прав были заперты. И никаких последствий? Никто ведь за это не ответил? Никто за это не ответил. Я знаю, почему никто за это не ответил. В любом случае ограничения были такими, что в определенный момент больших усилий требовало от журналистов и неудобных активистов, таких как я, чтобы заблокировать законы, в которых прописывалось непосредственное принуждение людей к приему препаратов. Польше нельзя говорить об этих препаратах. Не знаю, можно ли о них говорить в Беларуси. Тех, которые влекут изменения в генетической системе человека, да? Да, тех, которые влекут изменения в генетической системе и которые на тот момент не имели завершенных клинических исследований. Мы знаем, что в тех препаратах в десятки тысяч раз превышены определенные загрязнения. На сотни процентов увеличились случаи инфаркта, воспаления мозга, люди просто умирали в мучениях, как я об этом говорил, поскольку система здравоохранения в Польше также совсем не функционирует. Люди месяцами ждут основные медицинские обследования. Многие ведь умирают, прежде чем дождутся своей очереди к специалисту, особенно если речь идет об онкологических заболеваниях. Я знаю это непосредственно от врачей, у которых беру интервью, что люди в Польше начали массово умирать, и никто об этом не беспокоится. Никто не задает вопросов, никто не несет ответственности за эти геноцидные эксперименты. Те люди, которые называют себя польским правительством, а я в действительности считаю это большие преступники, совместно с правительствами, к сожалению, других европейских государств, которые также являются марионетками или экономического форума в Давосе, или просто куплены преимущественно фармацевтическими концернами, организовали в так называемых свободных европейских странах единый большой медицинский эксперимент. В котором концернами заработаны сотни миллиардов долларов без какой-либо ответственности. А поскольку этот эксперимент провалился, о чем сегодня никто не говорит, все говорили, что это будет абсолютно безопасно, эффективно. А теперь оказалось, что они, начиная это, знали, что не будет эффективно, что это не остановит передачу вируса, что люди после этих инъекций также заболевают всеми этими недугами и до конца жизни не смогут избавиться от этих субстанций, которые им были введены. А состав этих прививок нельзя было исследовать и по-прежнему нельзя. Люди даже не знали, что существует такая технология, которую можно ввести в человека. Что это в действительности ограничивает способность к деторождению, ограничивает количество зачатий. Это вызвало в определенных ситуациях до 90% выгодышей у женщин, которые использовали эти препараты. Мы имеем дело с геноцидом. Здесь я не боюсь использовать эту формулировку. Эту формулировку я использовал еще два года назад, когда мы высылали эту информацию местным властям, школам, больницам, главам воеводств, мэрам городов. Мы высылали письма с документами, научными исследованиями. Мнениями следователей, которые считали, что это является использованием биологического оружия. И ни одно обращение не было удовлетворено. Все получило отказ в рассмотрении. Это, по моему мнению, является результатом того, что все управленцы оказались в этом замешанными. Представители всех партий, всех институций принимали в этом участие. Никто не протестовал. Все реализовали эти распоряжения, и поэтому никто бы не мог проводить расследование. Но это показывает, какое огромное влияние имеют западные фармацевтические концерны на правительство стран Европейского Союза, как велико влияние американских концернов. Фактически, человеческая жизнь для них не имеет никакого значения. Никакой ответственности так никто и не понес. Может, мы немного вернемся к миру политики? Я здесь воспользуюсь своими записями. США вносят Польшу в мировую сеть цензуры. Варшава и Вашингтон подписывают соглашение о присоединении Польши к работе группы по коммуникации. И здесь нельзя не вспомнить, что генеральный прокурор штата Техас Кэн Пакстон подал иск против департамента штата и его руководителя Энтони Блинкина с обвинениями в крупнейшем в истории США цензурировании американской прессы. Фактически, Вашингтон и Варшава образуют единое информационное поле, за пределами которого все будет рассматриваться как саботаж и шпионская деятельность. Можешь ли ты немного рассказать об этом, о методах манипуляции пропаганды, используемых западными и американскими СМИ? Знаешь, если бы ты был вынужденным обитателем концентрационного лагеря, то, скорее всего, охранники и администрации этого лагеря не хотели бы, чтобы ты отправлял электронные письма или каких-нибудь почтовых голубей или иную информацию в мир за пределами этого концентрационного лагеря. Мы имеем дело как раз с такой ситуацией. Люди массово пробуждаются к осознанию вредности этих препаратов. Люди не знают, куда обратиться. Приходят повестки в армию и в настоящее время может легко вспыхнуть какой-либо протест, когда людей подводят под смерть. Люди могли бы выйти на протесты. Один человек не поймет всей масштабности той манипуляции, в которой участвует. Такой человек просто, как загипнотизированный овца, может пойти на призывной пункт, отправиться на грузовике на фронт, сделать 10 прививок и все в порядке. Но если бы люди узнали мнение независимых ученых или людей, которые работали для фармацевтических концернов. Например, бывший глава Майзер буквально говорит о том, что то, над чем он работал, непригодно к использованию для людей. Люди, которые ушли из этих организаций и теперь кричат, что организации, где они занимали высокие должности, убивают. Этих людей задерживают, арестовывают, дискредитируют, замораживаются их счета. Те, кто об этом говорит, кто протестует. Канада этим известна. Извини, что прерываю, но это полный тоталитаризм. Если кто-то скажет, что не так, замороженный счет или нет человека. Я уверен, что ковид был таким большим учением, приготовлением к Третьей мировой войне, когда обученные люди будут подчиняться манипуляциям. Изучалось, как обученные люди будут противостоять, какие создадут организации, выработают формулы сопротивления, как будут избегать того, что запланировала система. И сейчас хотят усовершенствовать инструментарий цензурирования, коммуникации. Поэтому сейчас много говорится, например, о быстрой блокировке Телеграма в Польше. Телеграм стал слишком популярным и безопасным средством не только коммуникации, но также там много блогеров, выражающих свое мнение, которое не всегда нравится США и Европейскому Союзу. И тут уже появляется проблема для Америки и ЕС. Да, все больше людей в Польше начинают использовать Телеграм. Это правда. Люди даже смеются над тем, что если в комнате что-то обсуждается, то сразу же на экране появляется реклама предмета обсуждения. Люди к этому привыкли, но при этом не отдают себе отчета в том, сколько их прав нарушается, чтобы это работало. Люди не знают, что в данный момент Европейский Союз борется с Соединенными Штатами. Есть такое громкое дело одного человека, который, запрашивая у Фейсбук свои данные, узнал, что все данные высылаются в НСА. НСА или разведывательное агентство, занимающееся вопросами безопасности в киберпространстве, интернете и не только, потому что это и прослушивание телефонов, и выуживание информации с ноутбуков. Я просто немного объясняю, если кто-то не знает, что такое НСА. Фирмы американские это социальный нетворк, они делают за сгодом. Да, американские фирмы, неизвестно даже не созданы ли они американскими спецслужбами, активно высылают всю европейскую коммуникацию, включая правительственную, в разведывательные центры в Соединенных Штатах. Это нарушает законодательство Европейского Союза, в частности закон о персональных данных и все другие законы. Однако Соединенные Штаты навязывают Европейскому Союзу такое положение дел, и любые попытки ограничения полномочий корпораций заканчиваются стычками на улицах, организованными неправительственными организациями. Мы видели это во Франции, когда Франция пыталась ввести налог для американских технологических корпораций. Поэтому здесь свободный экономический рынок действует таким образом, что либо покупай Microsoft, либо используй Facebook или Google, или будешь иметь в стране революцию. Сильные аргументы. Это очень сильные аргументы. И то, и то эффективно, как видим. Не знаю, слышал ли ты, что Microsoft заблокировал обновление и поддержку своих продуктов на территории России. Да, это правда. Да, это правда. Скажи мне, пожалуйста, почему американцам так мешает сближение Польши с Белоруссией и Россией? Почему для них это является мощной угрозой? Насколько я знаю, это имеет место уже несколько десятилетий и даже дольше? Этот вопрос рассматривается геополитиками, которые, анализируя расклад сил в мире, какие объединения и союзы гарантируют навязывание своей воли другим, четко показывают, что Европа, сотрудничающая с Россией или даже еще с Китаем, может управлять миром. может противостоять американской гегемонии, которая уже пошатнулась. ты как это оцениваешь? Так кто оцениваешь? Да, в конце очереди. Объединение арабских стран, мусульманского мира, африканских стран. Об этом часто не говорят, что Африка была сырьевой основой для современных технологий, для современной промышленности, разворовывалась. Богатство Европы и Соединенных Штатов возникло, не будем обманываться, не на собственном труде, а на продаже рабов, на рабском труде и прежде всего на краже сырья с других мест в мире. Если бы Соединенные Штаты не крали нефть и не уничтожали государства, которые имеют эту нефть и собственные полезные ископаемые, то на свете имела бы место огромная конкуренция, разные экономики, разные системы, инновации. Сегодня мы имеем монополию, потому что когда какая-либо страна, например, Ливия, начинает развиваться вне контроля Всемирного валютного фонда и, например, не хочет иметь у себя американские концерны и отдавать сырье, когда такая страна начинает идти вперед и может становиться угрозой, она просто уничтожается или войной, или наркотиками, преступностью, с недавнего времени эмиграцией или просто атакой на национальную валюту. Сейчас поэтому очень важно то, что происходит в группе БРИКС. Такие страны, как Россия, Китай, Ближний Восток, Бразилия, Африка начинают использовать собственные валюты в международных расчетах. А скажи мне, сейчас Турция вышла с инициативой, что хотела бы присоединиться к группе БРИКС. Турция является членом НАТО, но не является членом Европейского Союза. Это вызвало большое удивление. Что ты об этом думаешь? Прежде всего, следует понимать, что сотрудничество, которое США предлагает своим партнерам, для этих партнеров не является выгодным. Навязывание чего-то извне. Здесь нет никакой симметрии. И Турцию, как страну с огромным военным потенциалом, конечно, с удовольствием приняли в НАТО. При этом, Турцию не захотели взять в европейское экономическое сообщество. Вначале обещали взять, но потом нет-нет-нет. Именно. Это как кнут и пряник. Многие страны, обрати внимание, не торопились ориентироваться на Россию или Китай. Например, Филиппины. Немного США, немного Китай. в зависимости, как изменяется власть. Например, в странах, которые присоединяются к БРИКС, часто быстро сменяется власть. Так Аргентина была в БРИКС, но сменился президент и уже ее там нет. Филиппины также манипулируются. Пакистан, где президент был отстранен от власти и заменен какой-то американской марионеткой. Поэтому тут идет очень большая игра. Здесь речь идет на самом деле о подделении Запада от Востока, чтобы американский контроль распространился как можно дальше на Восток, но не на шаг дальше. Поэтому сегодня так важна Польша. Если поляки на границе не будут хотеть для Соединенных Штатов изображать бульдога, который лает, и благодаря пропаганде люди здесь настроены очень враждебно по отношению к Белоруссии и России. Если бы Польша налаживала нормальную торговлю, нормальное сотрудничество, диалог, культурный обмен с Россией и Белоруссией, то через эти страны до Польши дошла бы информация, что на Востоке в Союзе Брикс намного лучше с любой точки зрения, чем в Европейском Союзе, который сворачивает исключительно в сторону какого-либо идеологического колхоза. который всех грабит и навязывает невыгодные экономические решения и антикультуру. Люди бы знали, что происходит в Белоруссии, России, Китае, Азии, что там государства могут мирно сотрудничать, без навязывания воли, без колонизации, без китайской армии повсюду. Ведь нет китайской армии на сотнях баз по всему миру. Тогда бы поляки начали задумываться. И этого система боится. Этого оккупационная власть Польши боится. Что поляки узнают, что существует мир за границами США и той голливудской картинкой американского сна, которые заканчиваются наркотическими трипами на улицах Сан-Франциско. И такой финальный вопрос. Считаешь ли ты, что Польша могла бы вступить в БРИКС и какие выгоды для Польши это несет? Или какие угрозы, по твоему мнению? Теоретически, конечно. Понятно, что инициатива нашего правительства никогда в том направлении не пойдет. Когда я общаюсь со своими зрителями, они тоже сомневаются в каких-либо изменениях в Польше. Они видят это сопротивление, это движение Польши против польских интересов. Видят, что любая новая власть, которая приходит, является такой же антипольской и не заботятся о польских интересах. Поляки перестали верить, что Польша может что-то изменить, что может изменить своих союзников, что может выиграть что-то для себя. Поляки уже в это абсолютно не верят. Поэтому разговоры о больших геополитических изменениях, о потенциале для Польши вызывают только пожимания плечами. Потому что люди знают, что нынешняя власть ничего не сделает для Польши и таких движений не совершит. Однако я думаю, что структурно, глядя на это с такой метаперспективы, Польша вполне имеет свое место в Брикс, так же, как ей было выделено почетное ведущее место в группе 16 государств, как главного партнера китайцев в регионе. Мы говорим о китайцах, но не о тех, что были 50 лет назад, но говорим о тех китайцах, которые перегоняют США и Европу в космосе, на дорогах, машинах, уровне жизни. А не быть разыгрываемыми внешними силами, что мы сейчас наблюдаем. Китайцы планируют на десятки и сотни лет вперед, что следует из демографической карты. А шесть лет назад у нас был этот потенциал. Полагая, на протяжении этих шести лет, несмотря на старания Моцеровича, Муравецкого, чтобы разочаровать китайцев в Польше и поляках, чтобы в будущем никто нас серьезно не воспринимал. Однако все больше моих зрителей и других людей узнают о BRICS, узнают о новой финансовой системе, основанной на таких реальных ресурсах, как золото, просто начинают думать. Начинают думать, что место Польши сегодня среди тех государств, которые развиваются, которые свободны, несмотря на то, что там, как говорят, тоталитаризм, цензура. Я считаю, что Запад просто смотрит в зеркало и думает о себе и все проецирует на россияна-китайцев. Это то же, что и Израиль проецирует, что они подвергаются прессингу. Однако, это они являются стороной, которая прессингует бедных палестинцев. И весь Запад с такой высокомерной позицией критикует Восток. Несмотря на то, что это в Польше, Германии, Канаде, за комментарии в сети, за лайк, поставленный неподправильным с точки зрения цензоров постом, грозит тюрьма, увольнение с работы, маргинализация. В Польше еще в целом все неплохо, но Твиттер икс налагает большие штрафы, если в течение 15 минут не удалить антисемитский пост. Так что мы быстрыми шагами идем в направлении диктатуры в информационном пространстве. Поэтому я, рискуя собой и своей семьей, имею гражданскую храбрость говорить, предупреждать определенные вещи, охранять остатки чести поляков в международных отношениях. Я бы хотел очень тебя поблагодарить, что согласился на это интервью для Белта. Я знаю, что ты в Польше, там непросто. Тебе и твоей семье могут угрожать против вас осуществлять различные действия. Уважение твоей смелости. Большое спасибо. Большое спасибо, что согласился высказаться для Белта. Я еще раз напомню, что сегодня для нас о международной ситуации и ситуации в Польше рассказал Матеуш Яросевич, польский журналист, публицист, знаток в области международных отношений, внешней и внутренней политики. Спасибо, Матеуш. Спасибо за приглашение. И у меня также есть просьба в случае возможности передать содержание моих писем президенту Белоруссии и президенту Российской Федерации. Помочь доставить эти письма адресатам, поскольку я не имею никаких контактов, не знаю ни одного россиянина, честно говоря. Но эти письма размещены на русском языке на Ютубе, а также написаны на русском языке. Поэтому прошу прикрепить их к интервью и опубликовать на вашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...